Честно говорил и говорил, что я не люблю Россию. Нет, в Филадельфии меня спрашивают, а вот правда, что русские в Филадельфии отличаются от русских в Нью-Йорке? Я говорю, ну, бывают хорошо помытые орки, бывают орки помытые похуже, но и по тем и по другим сразу видно, кто они такие. В средние века даже знатные дамы принимали ванну не чаще пару-тройки раз в году. Знаменитый король солнца, сын Анны Австрийской, Людовик XIV, вообще мылся всего два раза в жизни, и то по настойчивым рекомендациям врачей. Ну и как же тут не сказать о великих и изысканных ароматах того времени. Да, люди придумали духи, но придумали их не для того, чтобы пахнуть, а просто для того, чтобы не вонять. В России знать была по тем временам надива чистоплотной. Графья и бояре регулярно ходили в баню, а посему особых проблем с личной гигиеной у них не наблюдалось. А русский моется, да рад. Русский народ был на удивление чистоплотным. Даже самая бедная семья имела в своем дворе баню. В зависимости от того, как она топилась, парились в ней по белому или по черному. Если дым из печи попадал через трубу наружу, то парились по белому. Если дым шел непосредственно в парную, то после проветривания стены окатывали водой, и это называлось париться по черному. Был еще один оригинальный способ мыться. В русской печи. После приготовления еды стелили внутрь солому, и человек осторожно, чтобы не испачкаться в саже, залезал в печь. На стены плескали воду или квас. Баня испокон века топилась по субботам и перед большими праздниками. В первую очередь мы зашли мужчины с детьми, и обязательно натощак. Считалось, и кстати совершенно справедливо, что поход в баню на полный желудок приводит к повышению веса. Так что не злоупотребляйтесь.